Приветос Амигос, радостные новости пришли с Кроссаута, где после долгих месяцев вайна на форуме, из игры наконец-то был убранный ремонт и поломка деталей. Трудно сказать, что повлияло на разработчика, то ли людей на форуме банить надоело, то ли видео мое как-то повлияло, кстати 85 тысяч просмотров на данный момент и комментарии в основном одобрительные, если не считать пары-тройки задротов, которые скрафтили себе оранжевую тачку путем барыжничества на рынке. Этому виду геймплея к их величайшему сожалению пришел конец. Теперь за разбор серых вещей дают всего единицу металлолома, его нужно добывать в боях, куда они с рынка наверное уже полгода не вылезали. Вот им это обнова категорически не понравилось, остальные же игроки судя по форуму довольны. Потому что игра стала такой какой она должна быть, в ней стало намного меньше торговли и намного больше сражений. Без страха поломать свою драгоценную тачку для ремонта, которой пришлось бы еще неделю сидеть на рынке. Металлолом теперь не надо фармить на серой тачке, можете играть на своей. И это тут же сказалось на пвп боях, в которых появилось огромное количество машин самых разных конструкций, синих, фиолетовых, любых. Отчего играть стало намного интересней. Взамен того, что детали теперь не ломаются, разработчики усложнили крафт. Крафт стал дороже, причем ощутимо дороже. Да, теперь для того, чтобы скрафтить фиолетовый ствол, вам придется порядочно повоевать. Но зато, как только вы его скрафтите, уже никто у вас его не отберет и он у вас не сломается. У вас этот ствол будет ровно столько, пока вы не сделаете что-нибудь получше. То есть игра кардинально сменила свой курс. Теперь она не пытается как можно дольше удерживать игрока на месте, не давая ему развиваться, заставляя его страдать от постоянной поломки деталей. Теперь она просто удлинила время развития. От серой тачки до оранжевой. И это правильно, все игры так устроены. Во всех играх ты развиваешься боями и ничего у тебя там не ломается таким образом, что это невозможно или практически невозможно починить. Если ты в танках хочешь новый танчик, ты сражаешься. Если в корабликах хочешь новый кораблик, ты сражаешься. Если в самолетиках хочешь новый самолетик, угадайте, что надо делать правильно, нужно ходить в бои и сражаться. А не сидеть на рынке, скупая по дешевке всякое барахло, чтобы переработать его в металлолом и продать, но уже дороже. В последний раз я такой фигней в линейдж занимался, когда мой профит на одном рынке скупал соушоты, а мой гном на другом рынке их продавал, но уже дороже. Но там-то игра другого плана, там она ммошка, а здесь сессионка. И за эту сессию, за игровую, я должен получить максимум удовольствия, а не сидеть на рынке. Вот в чем дело. Поэтому теперь, наконец-то, если в этой игре ты хочешь себе новую машинку, ты должен за нее сражаться. В системе добычи ресурсов для крафта, к слову, тоже произошли изменения. Теперь провода и электроника добываются в отдельных сражениях. Поэтому самых крутых папок на очень-очень крутых тачках в боях за кабины и колеса стало, соответственно, меньше. Потому что, в отличие от проводов и электроники, серые колеса кабины и пушки им не очень-то и нужды. Однако, нет-нет, им тоже хочется понагибать, поэтому встретить их иногда в бою все-таки можно. Медь по-прежнему добывается в ПВЕ, но и там произошли изменения. Теперь ПВЕ-режим меняется не раз в два дня, как это было ранее, а намного чаще. К тому же, выбрать теперь можно из нескольких. Хочешь гонки? Пожалуйста. Хочешь штурм? Пожалуйста. Оборону? Пожалуйста. Связь между ПВЕ и ПВП-режимами осталась все на том же классном уровне. То есть, для крафта тачки вам нужна медь, которая добывается только в ПВЕ. Но в то же время, для игры в ПВЕ вам нужен бензин, который добывается только в ПВП. И это очень здорово и правильно. Это не как в армате, когда можно из ПВЕ вообще не вылезать, пока себе десятку не прокачаешь, а потом в боях роковать на ней, как последнее днище. В принципе, смысл участвовать как в ПВП, так и в ПВЕ боях был в игре и раньше. Выбивался из этого только режим боев с левиафанами, который был бессмысленный и убыточный. Впрочем, тут без перемен. За сражения с левиафанами, как и раньше, дают медь и купоны, за которые вы можете купить контейнер с рандомной деталькой. И я вот подумал, может быть, перед тем, как отменять ремонт и поломки деталей совсем, имело смысл попробовать разыгрывать ремонтные наборы в боях с левиафанами, дабы придать этому режиму такой же смысл, как и режимам ПВЕ и ПВП. Ну, типа, одолели ребята трех левиафанов, каждый получает ящик с рандомным количеством ремонтных деталей, ну, как при разборе. Также разные уровни левиафанов, там фиолетового завалить за фиолетовую ремку, синего за синюю и так далее и тому подобное. Другой вопрос, что где столько крутых левиафанов взять, ну, может, сначала придется каких-нибудь ботов сделать. Впрочем, этот вариант еще, может быть, опробуют, хотя, на мой взгляд, поздновато. Надо было перед тем, как рубить с плеча это делать. Многие задаются вопросом, зачем же в этой игре теперь рынок, если на нем нельзя навариваться. Ну, как, зачем? Вот захотели вы, например, на тачку автопушку поставить, а у вас ее в крафте нет, потому что у вас дробовики прокачаны. Ну, фракция такая. Где взять эту автопушку? Правильно, купить на рынке. Продаете там свой дробовик, покупаете автопушку, все рады, все довольны. И не надо лишний раз менять фракцию и ее прокачивать. В общем, если у вас до этого обновления на складе валялись какие-то сломанные вещи, они были восстановлены и поломки теперь не подлежат. Лишнее можете продать, нужное можете поставить на свою тачку. Короче, крафтите себе конструктор на колесах и смело в бои уже ничего с ним не станет. Лично, по-моему, обновление крайне годное. Как считаете вы, можете написать в комментах. Ну и вообще, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok